Я с детства имела проблемы со зрением, прогрессирующая миопатия, которую не успевали вовремя скорректировать. В подростковом возрасте зрение продолжало неуклонно портиться. Проблему решили лишь операции после моего совершеннолетия. Сколько мне пришлось перенести. В школе из-за сильной близорукости приходилось особенно туго. Я просила у учителей разрешения переписывать задания, подойдя к доске, либо сразу из сборников, которые они использовали. В пятом классе меня перевели в параллельный класс. Только-только влилась в новый коллектив, как пришла пора первой самостоятельной работы по математике. Нужно сказать, я была восторженным ребенком, выросшим на таких советских фильмах, как первоклассница. Я обожала школу и безгранично уважала учителей. Даю самой добрая половина родственников, преподавателей. Поэтому без задней мысли попросила у учительницы математики разрешения подойти к доске, чтобы переписать примеры для самостоятельной работы. Однако Алла Алексеевна отреагировала на мою просьбу с крайним недовольством и просто молча сунула задачник не под нос. Задание я старательно переписала, книжку положила на стол учительницы. Следующим уроком была литература. Вдруг в класс влетела Алла Алексеевна и начала кричать, что я воровка, украла ее сборник задач. Все заверения, что я вернула книжку, учительница пропустила мимо ушей. Она набросилась на меня, схватила портфель и вывернула его перед всем классом. Конечно, ничего не нашла. Как позже выяснилось, Алла Алексеевна просто не заметила задачник на заваленном бумагами столе. Однако тот инцидент оказался вовсе недосадной случайностью. Математичка постоянно унижала меня и при каждом удобном случае демонстрировала свое отношение. Не стеснялась при всех кричать «Ты, слепая курица». Благо, у меня не было никаких проблем ни с одноклассниками, ни с другими учителями. Но, конечно, после несправедливых придирок Аллы Алексеевны я чувствовала себя так, будто на мне свет сошелся клином. Часто, после выпада математички, приходила домой и плакала, не понимая, в чем же я провинилась перед учительницей и почему она меня так не взлюбила. Слава Богу, с 7 по 9 класс математику нам преподавала другая учительница. Но Алла Алексеевна вернулась к нам в 10-м. И я поразилась случившимся переменам. Математичка вела себя так, будто между нами ничего не происходило. И она, и она никогда меня не гнобила. Алла Алексеевна даже просила распечатать материалы на принтере. В те времена техника имелась далеко не у всех. Но тут уже настал и мой черед. Я прежде никогда не отказывавшая в помощи ни одному педагогу, теперь съезжала с темы и всячески избегала внеклассного общения с этой женщиной. И вот уже выпускной класс. Однажды ко мне прибежала Алла Алексеевна и элейным голосом попросила поделиться контактами моих офтальмологов. Оказалось, что у ее дочери обнаружились серьезные проблемы с глазами, как и у меня. Алла Алексеевна призналась, что находится в полной растерянности и не знает, как быть, куда и кому обратиться. Я тогда здраво рассудила, что проблемы ее дочери совершенно не мое дело, и вежливо попросила обратиться к моей маме. А ее дочку потом часто видела в очках с толстенными линзами, какие когда-то были и у меня.